Рубрика Изя Раз, где Изя разоблачает всякую херню. Этот видос будет в некотором роде о теориях заговора по чесноку. Лет 10-15 назад я был большим адептом теорий заговора. Потом понабрался опыта, поумнел и перестал в них верить. Потому что теория заговора от научной отличается абсолютной непроверяемостью. То есть теория заговора это не теория, а вера. Ну и разумеется, любимейший приемчик во всех высерах из серии о власти скрывают творческое опущение. К сожалению, опускают не всех вот этих вот вскрывающих мировые заговоры, а они сами опускают факты, которые не встраиваются в их концепцию. То есть если вдруг какой-то факт противоречит тому, о чем они вещают, они просто его игнорируют и даже не упоминают. Вот и все. А между тем, одного единственного факта, противоречащего этим вот всем срыванием покровов, достаточен для того, чтобы как карточный домик порушить всю их теорию заговора. Так вот, прислали мне тут один видосик, длительностью около 6 минут, где практически каждое слово это лютейший, нелогичный бред. Соответственно, видеоряд в этом видосе преимущественно стоковый, за исключением там пары вырезок из телевизионных интервью. В общем, я буду запускать его видос и останавливать в определенных моментах, чтобы прокомментировать. Не нужны ни семь, ни восемь, ни девять миллиардов населения планеты. Нужен всего один миллиард. И даже может быть меньше, где-то полмиллиарда. Вопрос с населением, как мы уже поняли, войной особо не решить. А что если раздуть пандемию какого-то вируса до размеров психической эпидемии? Тогда она выполнит те задачи, которую решила бы только мировая война. Потому что в результате чрезвычайной ситуации, карантина, будут приниматься беспрецедентные меры, благодаря которым наступит совершенно новый мир. Медиа и СМИ нагоняют панику, потому что ты долбоеб. Как муха на говно липнешь к ящику или через что ты там получаешь информацию. Тебе нагнетают панику, потому что ты это хаваешь. То есть чисто ради рейтингов. Ну и заодно еще какую-нибудь повесточку пропихивать. Собственно говоря, и ты сам вот этим своим высером, видосом вот этим твоим про новый мировой порядок и теорию заговора нагнетаешь панику, чтобы сука срубить просмотров. Вот и все. Это единственная твоя цель. А зрителям нравятся всякие видосики про теорию заговоров, потому что в их собственной жизни ни хера не происходит. А вот эти вот все разоблачения дают им ощущение причастности к чему-то большому и интересному. Да-да, мир после вируса будет совершенно другим. Показать на новый вирус, любую простуду, любое ОРВИ. Даже не знаю, ты оговорился или для тебя синдром и симптом одна хуйня. Но в любом случае подавляющее большинство вирусов у человека имеет одни и те же симптомы, потому что у человеческого организма ограниченное количество реакций на любую заразу. Организм делает то, что он может делать, а именно повышает температуру, чтобы убить вирус, начинает изливаться соплями и прочими жидкостями изо всех щелей, чтобы выгнать вирусы, токсины из организма и так далее. Просто у организма одинаковые механизмы и реакции на практически любую проблему. Например, такое понятие как фиброз, то есть шрам, то есть замещение функциональной ткани на фиброзную, которая не обладает нужными функциями, то есть на соединительную ткань, на заплатку, чтобы дырку залатать. Случается и на руке, когда ты, я не знаю, порезался сильно и у тебя остался шрам, и в простате, когда у тебя там какие-то воспаления, и на пищеводе, например, когда у тебя длительное время гастрит какой-нибудь кислотный и так далее. Везде одинаковая фиброзная ткань, потому что у организма один единственный способ залатать дыру, если восстановление невозможно, потому что она слишком большая, либо слишком долго раздражается. Формируется устойчивая, добровольная коллективная потребность страдающего от самоизоляции человечества в спасительной вакцине. Она подогревается паникой в СМИ, но при этом время выхода спасительной вакцины оттягивается для максимального покрытия вирусом-приманкой всего земного шара. При этом говорят, что охватить вакцинацией нужно как раз 7 миллиардов жителей Земли, чтобы оставить только один, тот самый золотой миллиард. Глобальная тенденция. Показатель того, что есть только низы, для которых создается электронно-цифровой лагерь, и верхи, для которых вся остальная биомасса просто обслуга. Потому что среднего слоя в посткапиталистическом обществе быть просто не должно. Для него нет места. Именно поэтому подводится под окончательное разорение средний класс, то есть мелкий и средний бизнес. Какой-то шизофренический бред. А вот прямо сейчас что, разве уже не так? По-моему известно, что в руках 5% населения сосредодрочено 95% всего мирового богатства. И так было всегда. В древнем Египте были фараоны, небольшая прослойка обслуживающая их аристократии, а все остальные были рабами. И в средние века точно так же было. И в России был царь, небольшое количество бояр и прочей знати, а все остальные были крепостными подневольными крестьянами. И в Советском Союзе тоже ничего не отличалось. Была партийная верхушка, небольшая прослойка обслуживающего аппарата и огромное количество быдла. И причем тут индустриализация? Когда появились фабрики и заводы, то работающие там рабочие мало чем отличались от крепостных крестьян. И что ты имеешь в виду под постиндустриальным обществом? Это когда вместо людей все роботы, что ли, делают? Оказалось, что реальность не менее фантастична, если нам говорят о шестом технологическом укладе, о том, что роботы будут менять человека. И что все эти роботы будут производить? А самое главное, для кого? Если населения нет, то есть потребителей нет. И кто будет делать самих роботов? Ну или хотя бы чинить и обслуживать? Ты купи робот-пылесос и посмотри, кто там на самом деле кому прислуживает. Робот-пылесос тебе или ты роботу-пылесосу? Это означает, что значительная часть населения должна быть убрана из этого процесса. Что конкретно плохого в уменьшении населения планеты как таковом? Большинство проблем Земли как раз из-за того, что слишком много людишек. Особенно быдло. Отсюда и исчерпание ресурсов, и загрязнение экологии, и еще целая куча всяких проблем. Почему при слове сокращение населения обязательно должны мерещиться массовые расстрелы? Уменьшить население можно вполне естественным путем уменьшения рождаемости. И тут тоже опять-таки не обязательно всех стерилизовать. Достаточно лишь повысить уровень жизни, то есть богатство этого самого населения, и вот уже сами по себе появляются идейные child free. За примерами далеко ходить не нужно. Возьми абсолютно любую европейскую страну. Белое население там мрет быстрее чем размножается. Потому что количество детей в белых семьях с каждым годом лишь сокращается. И для поддержания населения хоть на каком-то уровне импортируют в огромном количестве гостей сам знаешь откуда, сам знаешь какой религии и цвета кожи. Что характерно, среди вот этих завозимых мигрантов просто колоссальная диспропорция в плане пола, то есть мужиков завозят гораздо больше, чем женщин. Я уж не знаю, может быть предполагается, что получив гражданство, они потихоньку перетащат весь свой аул, вместе с матерями, сестрами, женами и дочерьми. Но каким образом они будут реализовывать свои сексуальные потребности и с кем они будут размножаться до этого счастливого момента, догадайся сам. И сейчас система карантина и работы на удаленке как раз и создает ситуацию, которая приучает людей к тому, что они не работают. Еще одна вещь, которая очень четко проявилась в связи с коронавирусным кризисом, это перевод школ и высших учебных заведений на удаленное дистанционное образование. Дистанционное образование – это мечта глобалистов, потому что дистанционное образование, во-первых, дешевое, во-вторых, низкокачественное. Опять какая-то ахинея просто. Удаленное образование – мечта глобалистов? Ты не смотрел фильм «Под колпаком» или «Мальчик в пластиковом пузыре»? 1976 года фильм. Посмотри. Или, может быть, ты никогда не слышал про такое понятие, как, блядь, заочное образование? В том числе, школьное заочное образование? Или не слышал истории, как твои родители или дед с бабкой добирались каждое утро до школы, сука, два дня на собаках? Удаленное образование расширяет, сука, доступ к этому образованию. Особенно как раз в жопах мира, где школ нет и у детей просто нет доступа к этому самому образованию. А с помощью удаленного образования можно образовывать гораздо большее количество на текущий момент неграмотных детей. То есть вопрос не в качестве образования, а в том, что оно вообще есть. Хоть какое-то. Для того, чтобы монополизировать сферу науки образования, нужно сломать старую образовательную систему индустриального общества. В нем уже нет нужды. Недавно был создан Координационный совет по развитию образования, куда Герман Греф был включен в качестве члена этого совета. Ему было поручено перевести около полумиллиона школьников на онлайн-обучение, а точнее на индивидуальную структуру траектории цифрового обучения. А чуть ранее, в декабре 2019 года, Сбербанк подготовил федеральный проект «Нейротехнология искусственного интеллекта», который должен стать седьмым по счету направлением в рамках цифровой экономики. На его продвижение должно быть направлено 120 миллиардов рублей за период до 2024 года. Это проект так называемого нейронета. Нейронет — это система, которая позволяет создавать особые связи между мозгом человека и компьютером через шлемофоны либо чип. всех Грефом, как Бабаем. Он к чему? Какую мысль ты пытаешься донести? Создание псевдовакцины. Под дымовой завесой такого удобного вируса создается второй вирусный препарат с максимальным коэффициентом летальности до 90% и инкубационным периодом от полугода до года. Чего, блядь? Спящий вирус с инкубационным периодом до года — это, сука, прорыв в вирусологии. Вот только вирусы так, блядь, не работают. Они начинают действовать почти сразу, просто симптомы появляются после так называемого инкубационного периода, или не проявляются, человек может быть носителем. Ну например тот же герпес. Ну есть он у тебя и есть, а проявляется он, когда иммунитет ослаблен. Простыл, например, и тут же вскочила так называемая простуда на губах, то есть язва герпесная. То есть воспользовавшись удачным моментом, что иммунитет ослаблен, вирус герпеса вылез. Вот так работают вирусы, они не могут по полгода спать. Новый вирус не будет передаваться воздушно-капельным путем для контроля его распространения. Данный препарат в своем составе должен иметь вещество, быстро и полностью снимающее симптомы вируса приманки. Люди, прошедшие вакцинацию, будут радоваться и говорить знакомыми родственникам. Все отлично, меня вакцинировали. А вот в отличие от синдрома и симптома, вакцину с антидотом ты уж блять точно перепутал, а не оговорился. Дебил ты тупорылый. Вакцина не помогает уже зараженным, вакцину колят здоровым, чтобы иммунитет заранее выработал необходимые антитела и если вдруг организм встретится с настоящим вирусом, уже был готов иммунный ответ. И у меня все прошло. Лечение одного вируса другим вирусом? Да это же мегапозитивная вещь. Ёбаный прорыв в медицине. Представляешь какому-нибудь спидознику предложить избавить его от ВИЧ, заразив какой-нибудь странной простудой? Да блять они на уколы в очереди выстроятся. Че ты несешь? Вирусы блять так не работают. Если человека заразить одним вирусом, а потом добавить какую-нибудь еще инфекцию, он сука сдохнет, потому что иммунитет ослаблен. Так, например, происходит с ВИЧ-инфицированными. Они умирают не от ВИЧ, а от СПИД, то есть синдрома приобретенного иммунодефицита, то есть когда иммунка угроблена настолько, что банальная простуда является смертельной, потому что организм не может с ней побороться, иммунитет не работает. Как только иммунитет ослаблен, прилипает всякое говно. Например, при гриппе, вирусной инфекции, назначают антибиотики, хотя антибиотики бессильны против вирусов, так как это антибактериальный, а не противовирусный препарат. Так вот, назначают антибиотики, чтобы на фоне убитого иммунитета не разрослись еще какие-то вторичные болячки. Но через 180-360 дней наступает летальный исход. Зачем, сука, все это делать, если уже есть как минимум ВИЧ, а также всякие лихорадки типа Зика и Эбола? Такие вирусы уже, блять, есть, и гор трупов что-то не видать. Вакцинация будет точечная, распространяется только там, где необходимо сократить население. Так как верхушке будет необходима армия, обслуга и рабочая сила, они оставят расчетное количество людей. А точечная это на основании чего? Кто будет решать, кому жить, а кому умереть? И какая вообще будет градация? Это будет отдельная улица, отдельное село, отдельный город, отдельная страна или отдельный континент? Каким образом технически это будет, по-твоему, реализовано? Цивилизованное население, кстати, сокращать не надо. Оно, блять, само прекрасно сокращается за счет низкой рождаемости, то есть ниже порога воспроизводства. Когда двое людей создают семью и заводят всего лишь одного ребенка. То есть было два человека, а на выходе получился только один новый. Вот это ниже порога воспроизводства. Чтобы население не падало, в семье должно быть как минимум два-три ребенка. Причем цивилизованное население это не только белые люди, и даже не столько белые люди, а, например, вполне себе процветающая Япония испытывает проблему с тем, что там слишком дохуя стариков. То есть молодежи мало, а стариков очень много. И, собственно говоря, если раньше на одного пенсионера приходилось там 4-5 работающих, то сейчас все наоборот. На одного работающего, а их с годами все меньше, потому что во всем мире массовая безработица, тем не менее приходится по несколько стариков. То есть пенсионные фонды не выдерживают всех этих бумеров в отсутствии достаточного количества иксов и зедов, и повальной безработицы среди них. А вот замещающее население, кстати говоря, вполне себе плодится. В США скоро такое ощущение, что одни латиносы останутся. Причем самый хуёвый их вариант – мексы. Ну та же Аргентина с Чили, там хорошо конкистадоры порешали нахер местное население, и по сути там живут европейцы, а не индейцы. Это хорошо видно по Бразилии, например. Дело в том, что бразильянки достаточно красивые и длинноногие. И у них есть еще такая особенность, при том же росте у бразильянки выше жопа, то есть длиннее ноги. Что вкупе с более длинными руками приводит к более пропорциональной фигуре, и именно поэтому модели на подиумах очень часто бразильянки по национальности. А вот в Мексике с европейскими генами хуёво. Значительный процент населения Мексики – это потомки именно индейцев, а не европейцев. И это по ним видно – коротконогие, приземистые, жирные. Но тем не менее по 8 детей. Так что скоро от Белой Америки ничего не останется, будут одни мексы. Для них будет выпущена версия чистой вакцины, которая не будет содержать новый смертельный вирус. Тем более, что в менее крупном масштабе это уже осуществлялось. Помните эту новость 2009 года? Власти Германии закупили вип-вакцину от свиного гриппа. Ну а грязная, неэлитная инъекция будет повреждать те или иные органы и системы организма, которые в течение от 6 месяцев до года будут постепенно разрушаться. Ииии развивай мысль, сука. Я помню, кстати говоря, подобный высер во время какого-то из гриппов, то ли свиного, то ли птичьего лет 10 назад. И там тоже пели эту песню про золотой миллиард, только под соусом того, что произвели не 7 миллиардов доз вакцин. Дело в том, что это сейчас население Земли почти 8 миллиардов, а 10 лет назад было почти 7 миллиардов. Так вот, там орали, что произвели не 7 миллиард доз вакцины, а 6 миллиардов. Типа 1 миллиард невакцинированных, это как раз те, кто выживут. А те, кому вакцину поставили, помрут. Ииии, сволочь ты, пустобрехная. 10 лет, блять, прошло. Горы трупов где? Где, сука, горы трупов, скотина? За это время, повторюсь, население не сократилось, а сука выросло еще на 1 миллиард. И этот миллиард совсем не с белыми рожами. И затем наступит следующий этап. Утилизация. По всему миру начинаются смерти по 10, 50, 100 тысяч в день. Это объявляют вспышкой якобы мутировавшего за год вируса. И таким образом легализуют уничтожение части населения земного шара. Об этом ведь даже предупреждали. Мир после этой пандемии уже не будет прежним. Но что именно поменяется, по вашему мнению? Думаю, что предупреждение о том, что мы должны основательно подготовиться к следующей большой пандемии, на сей раз будет воспринято всерьез. Что это за многозначительный кадр? К чему этот высер? Он что-то глупое или зловещее сказал? Он сказал, что нужно быть готовым к пандемии. Биллу Гейтсу еще любят приплетать слова про сокращение населения. Билли просто хуево мыслей выражает. А имел он в виду, что если повысить путем вакцинации продолжительность, блять, жизни, в том числе детей, во всяких разных жопах мира, то в этих самых жопах мира бабы перестанут плодиться как кролики. Потому что неизвестно, сколько отпрысков выживет, а сколько помрет. То есть Билли имел в виду, что благодаря вакцинам население станет более здоровым, станет лучше выживать и дольше жить, потому что население перестанет болеть всякими излечимыми пиздецомами, от которых они получат прививку. Особенно дети, которые в жопах мира болеют болезнями, которые в цивилизованных странах давным-давно уже побеждены, типа детского полиамилита. Чтобы им не заболеть, нужно в детстве сделать прививку. А в странах третьего мира на вакцинацию, как и на многое другое, положен большой болт. Вот Билли и помогает этим странам, завозя туда необходимые вакцины. И с помощью вакцин он собрался улучшить это самое здоровье, таким образом сократить не население, а сократить рост населения. Разница между сократить население и сократить рост населения примерно такая же, как между сердечной недостаточностью и недостаточностью сердечности. Помимо этого, в этих странах еще существует замкнутый круг, потому что чтобы прокормиться, нужно как можно больше рабочих рук, а к рабочим рукам прилагается еще не менее рабочий ротик, куда нужно класть жратву. То есть чем больше рук, тем больше жратвы, но тем больше жратвы нужно. Это порочный круг бедности. Для решения этой проблемы Билли поставляет им ГМО семена. По той простой причине, что обычные семена в жопах мира хуево вырастают и не способны прокормить с ограниченной посевной площади все это самое население. Население-то там сука растет, а количество пахотных земель неизменно, и они еще теряют свои плодородные свойства. А вот ГМО лучше выживает, дает больше всходов и больше пищи с одного и того же гектара земли. То есть в этих странах нет выбора между органической пищей и ГМО пищей. Там есть выбор между хоть какой-нибудь пищей и сдохнуть сука от голода. Более того, в Раисии уменьшение населения, а именно уменьшение количества детей, произошло без всяких вакцинаций и буквально на глазах. Если в семье моего деда, например, родившегося до Второй мировой войны, как и в старь, все еще было по 8-9 детей. То есть у моего деда было 7 братьев и сестер, и того 8 детей вместе с дедом. А вот у самого моего деда детей всего двое, мой отец и его брат, мой дядя. И у них в семье по одному 2 ребенка, а у их детей, то есть у внуков моего деда, по одному. Это произошло за 100 лет за счет повышения уровня жизни, богатства населения, а также повышения уровня медицины и тех самых вакцин. Потому что детская смертность к концу 20 века по сравнению с началом 20 века сократилась в разы. То есть младенцы стали гораздо чаще выживать и проживать долгую и счастливую жизнь. Поэтому не нужно стало перестраховываться и заводить по многу детей, а то вдруг не выживут. А вот в странах третьего мира именно это и происходит. Более того, после того как из Средней Азии, например, ушел совок, то с вакцинациями там случилась полная жопа. Там и во времена совката забивали хуй на прививки, а сейчас в Средней Азии постоянные вспышки средневековых заболеваний типа тифа и оспы, которые вроде как уже больше 100 лет считаются побежденными. И такая херня абсолютно в любой стране, куда белый человек сначала пришел, а потом вынужденно ушел. В этом сценарии трупы не закапывают, а сжигают тысячами. Ооо, сжигать. И? Ну сжигать и сжигать. Дальше-то что? Трупы сжигают с незапамятных времен, а последние лет 50 вполне себе в промышленных масштабах. Урну с прахом потом закапывают или ставят в колумбарий, потому что из-за ебаного густо населения на кладбищах, блять, тупо мест не хватает. Даже есть закрытые кладбища, где не разрешены новые захоронения. Потому что человек живет, ну не знаю, лет 80, а останки, блять, на кладбище веками места занимают. Ты хоть раз кого-нибудь хоронил, пиздобол. Опасаясь заражения сточных вод. Сжигать, опасаясь загрязнения, вот... Ай... Поучи историю, что ли. Крематорное дело, так сказать. Нацисты в своих лагерях с крематориями так насжигались, что прах и пепел, который они сбрасывали в речку, эту самую речку отравили. При достижении снижения численности населения земного шара до 1 миллиарда или менее анонсируется изобретение реально действующей вакцины и ее быстрое распространение. Люди опять становятся в очередь, но теперь будет все по-честному. Инъекция будет действительно работать после того, когда жатва будет завершена и останется необходимое расчетное количество людей. Зачем так сложно? Какие-то вакцины в три этапа, это же все будет сопровождаться выступлениями антипрививочников и так далее. Зачем? Население большинства стран не вооружено. Можно по пальцам пересчитать страны, где людям разрешено иметь оружие, и они им с упоением владеют в больших количествах. Это СШП, Израиль, Швейцария какая-нибудь и еще по мелочи. Но даже там гражданское население, вооруженное стрелковым оружием, не сможет оказать хоть какое-то сопротивление современной армии с танками, БПЛА, ракетами и так далее. Зачем все эти вакцины, если можно просто провести геноцид населения совершенно обычными способами? То есть тупо его вырезать. Ну а потом перекройка карты мира... Возвращаемся к вопросу, а каким образом будет решаться, кому жить, а кому умереть? То есть, учитывая перекройку мировых границ, действовать будут по континентам. И я так подозреваю, что такой континент, как Африка, будет очищен подчистую. Ну, по твоей логике. А как же такое понятие, я не знаю, как ученые, научно-технический прогресс и так далее? То есть, каким образом во время вот этой вот жатвы будут сохранены именно нужные люди? Потому что если в той же отсталой Африке не было бы людей, то у нас не было бы Илона Маска, например. И Белли Дельфин. Она тоже из Южной Африки. Так каким образом будут выбирать-то, я вот никак не могу понять. Восстановление экономик. Чего-чего? И как они будут эту самую экономику восстанавливать и поднимать, интересно мне знать. Если по твоим же тупорылым словам, от 7 миллиардов остался 1 миллиард или полмиллиарда. То есть количество потребителей сократилось в 7 или 14 раз. При текущем-то огромном количестве потребителей, то и дело кризиса в экономике случается. А если, блять, их в 14 раз уменьшить, то кто будет покупать товары и услуги? Кому нахуй всрется все то, что твои роботы понавыпускают, дебил ты конченый? Дурила ты картонная. Экономика это, сука, долг. И она растет, когда этот ебаный долг увеличивается. Только так богатеет та самая верхушка. Именно поэтому в развитые страны толпами завозят чурок. Это не только дешевая рабочая сила, но еще и новые кредитополучатели. На всякие машины, импотеки, обучение и так далее и тому подобное. Как ты собрался экономику восстанавливать, если, сука, в ней потребителей нет? После единой глобальной беды делается предложение всем странам добровольно объединиться в единую систему для упрощения контроля за миром. Единое мировое правительство, единая цифровая валюта, единая система контроля. О, блять. Мировое правительство. И? Как они будут делить власть? Это что будет? Совет? Или там будет диктатор? И как они будут выбирать самого главного правителя? А интриги там, борьба за власть, перевороты, все это будет? Или все будет по любви и общей договоренности? И чем это тогда будет отличаться от того, что сейчас? Я тебе больше скажу. Уже есть как минимум два мировых правительства. Причем совершенно ни от кого не скрывающиеся. Это ООН и ЕС. И че? Много они там добиться смогли? Да так, чтобы слаженно и сообща. Слышь ты, эксперт диванный, ты вот перестань штаны за компиком просиживать и высеры всякие в интернет выкладывать, а устройся в контору с численностью сотрудников ну хотя бы от 1000 человек. И попробуй там реализовать хоть какой-нибудь проект. И потом промасштабируй вот этот самый опыт с 1000 человек на 7 миллиардов. Каким образом все это будет распланировано? Каким образом это все будет организовано? Каким образом это все будет контролироваться? Кто будет исполнитель? Кто будет контролировать контролирующих? контролирующих и так далее и тому подобное. Попробуй хоть один проект, сука, завершить, и только потом вот подобный бред высирай. И, собственно говоря, весь этот коронавирусный кризис, как ты его называешь, показал как раз обратное, а именно полную неспособность не то, что мировых правительств сообща, а даже отдельно взятых чиновников на местах в отдельно взятых странах организовать хоть что-нибудь. Они жопу самостоятельно вытереть не могут. Полный провал случился и в самоизоляции, и в карантине, и в медицине, и в экономике, и в транспорте. Везде полный фейл. Люди, которые высирают вот эти вот все бредовые идеи, даже представить себе не могут, что проект подобного масштаба просто невозможно реализовать, потому что там будет твориться полный хаос. Вот о какой подготовке говорил Билл Гейтс. И теперь, когда мы показали вам обе сюжетные концовки в этой глобальной игре... Самый главный вопрос, чего эта верхушка собралась таким образом добиться? Власти? Она и сейчас у них есть. Богатство? Так им принадлежит все, в том числе элитные заповедники без быдла, типа всяких частных островов. Для чего им пустая планета? Это, кстати, проблема большинства теорий заговора... Про девчонок, про ЗОГ, в смысле, про ЗОГ, единое мировое правительство, мировую закулису, дип-стейт и так далее и тому подобное. Вы можете выбрать третью, которая устроит лично вас. Для этого нужно сделать всего две вещи. Первое. Не позволяйте себя колоть тем, о чем вы толком ничего не знаете. Второе. Поделитесь этим роликом с минимум четырьмя друзьями. Этому есть объяснение. Коронавирус распространяется по формуле «один заражает двоих». Мы должны быть в два раза быстрее, потому что уже потеряли время. Вот именно. Ты, падла, нагнетаешь панику, чтобы срубить просмотров и притащить подписчиков. И действуешь точно так же, как этот ёбаный вирус. Вот единственная цель твоего высера, где абсолютно каждый пункт – бред и ложь. Я – блог ютуба. Лайк подписькой – бубенцы.